Привет, Иси! Это Михалыч. Мы продолжаем наши с тобой удивительные приключения и поиски всяких загадок. Кстати, насчёт загадок. Я бежал на своём хомяке весь этот остров, он оказывается небольшой, полностью всё перевернул, и загадок больше нет. Я всё разгадал. В общем, оказывается, нам пора отсюда убираться. Пришло время строить корабль. Космическая полоса, точнее не космическая, а взлётная полоса для космических кораблей у нас готова. Остаётся только построить сам корабль. Ну, во-первых, нам нужно обязательно построить ядерный реактор. А, подожди, мы же его построили. Вот дырявая моя башка. Так, да, так, да, в принципе, давай сделаем станцию клонирования. Понятно, что это бесполезная штука, но я хочу посмотреть. Чисто научный интерес. Лезем, короче, за ураном. Вон у нас целых 8 урана. Кусок мяса там нужен и загадочная слизь. В принципе, всё. Всё. 5 уран, загадочная слизь, мясо, ядерный реактор. Всё. Ну-ка, давай попробуем. Не хватает ресурсов. Фиг с ней с этой станцией клонирования и научным интересом. В общем, тогда мы делаем с тобой консоль зондирования. Она нужна нам для того, чтобы запустить исследовательский зонд для поиска важных мест и нахождения компонентов для восстановления космического корабля. Так что, давай строить консоль зондирования. Ох, мои песчаные деревья. Придётся вас срубить. Всё ради стекла. Дело в том, что для консоли зондирования нужно стекло. Вот сейчас мы его и будем получать. Усо. Два стекла есть. Давай проверим. Тупливная ячейка. И два урана. Остался только ядерный реактор. Пойдём его заберём. Кушать хочу. Сейчас, подожди. Нужно подкрепиться. У меня тут мясо было где-то. Вот это другое дело. А то на голодный желудок не работает. Делается. Шикардос. Значит, забираем ядерный реактор. Как это сделать, правда, я не представляю. Как его в карман-то положить-то теперь? Походу, никак, да? А если рядом с ним попробовать? О, делается! Странно, почему капсулы клонирования тогда не сделалось? Вот я чунгачку. Так, значит, консоль зондирования мы поставим здесь. Сейчас развернём. Хотя нет, тут же зонд будет вылетать. Нам нужно наверх. Нужно поставить на верхний этаж. Вот здесь. Вот так вот разворачиваем. Надеюсь, что я пушкой эту консоль не снесу. Хотя я уже пушкой давно не пользовался. Всё, готово! Фига себе зонд. Чё, врубаем консоль? Запускаем его. О! Я-то думал, сейчас зонд полетит. А оказывается, мы можем ему какие-то задачи давать. Мясной алтарь, люк, спутниковая тарелка, статуя слизня, пугало, тюрьма, мутант, святой алтарь. Ну-ка, на главную выйдем. А это мы уже на главной. Поиск. Так, а чё он начал искать-то? Подожди, наверное. Вернись назад! Господи, как мне вылезти отсюда теперь? Закрыть. Куда ты полетел? Эйзо. А, вот он возвращается. Как же с тобой сложно! Ладно, давай выберем мясной алтарь. Места не найдены. А люк? Места не найдены. Ну, хорошо, пусть он сам тогда ищет, а потом нас сопроводит. А, видимо, ему эти места нужно найти. Ладно, тогда поиск. Иди ищи. Закрываем. Всё, зонд наш полетел. Надеюсь, что они не встретятся с инопланетянами. А то инопланетяне офигеют. Давай ещё раз попробуем построить станцию клонирования. Я всё-таки хочу её реализовать. Не хватает ресурсов. Хотя всё есть, но что ты будешь делать-то, а? Вот, пять урана. Загадочная слизь целых пятнадцать. Мясо есть. И ядерный реактор, пожалуйста, но не... Ээээ... Ну, не делайте, ну... Ну, ладно. Чёрт с ней, короче. Давай перейдём к строительству нашего корпуса корабля. Нужна металлическая пластина, сверхпроводящий макропроцессор и посадочная площадка. Что уже у нас готово. Пойдём делать металлическую пластину и сверхпроцессор. Ух ты ж, блин! По поводу загадок. Я же ещё вот эту штуку не разблокировал. Ещё два краба не нашёл. Так-так-так-так. У нас, кажется, тут чё-то назревает. Какая-то опасность. Ну, ёшки-мот... Ещё тебя тут не хватало, а? Валим. Так. Нужно срочно-срочно сесть на нашего хомяка. Вон там опасность назревает. Сейчас бежим туда и сразу же попробуем её предотвратить. Хомяк! Дело есть. Поехали. Надо решать вопросы. Опа. О! А, я думал он где-то там, за пределами. Вот! А всё тут поблизости. Так-так-так. И что же там происходит? Кто там? Ой, ёшки-матрёшки. Михалыч, слезай. Пошли лёг в надоём. Чёрт подери. Хорош призывать от своего голема каменного. Ой, как больно меня бьют. Я тут застрял. Я застрял в големе, прикинь. Вот этот поворот. Как выбираться-то буду отсюда? Оно отошло от меня. О, капец, а. Вот этот попад... О, фух. Вылез с него. Искал железо, вот тебе, пожалуйста, даже сразу со слитком. Зашибись. Удачненько я сюда приполз. А то, если бы они закончили ритуал, мне пришлось с этим бугаем драться. Надеюсь, ты помнишь битву с этими титанами из первых серий. Они довольно крепкие. Смотри-ка, смотри-ка, что это там такое? Мне кажется, ли там красная линия нам на что-то указывает. Походу, нам нужно ехать туда. Наверное, это что-то нашел зонт. Блин, хомячел, я вообще не представляю путешествия без тебя. Но тебе так быстро и легко. Вон что сияет, смотри. Какая-то коробка. Да, ее подсвечивает зонт вон наверху. И что там за коробочка? А, это не коробка? Подожди-ка. А что это такое? Меч? Ёшки-матрёшки. Вытащите меч. Не поддается. А если сломать? Короче, есть вариант подорвать его. Тогда, наверное, это сработает. А я-то думал загадки, я тут все порешал. Да не шиша не порешал я тут загадки. Еще их тут полным-полно. Ладно, хомячел, поехали. О, блин, что в голову пришло? Стой, 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 хомячел. Подожди. У меня же где-то был с собой... А, это зелье стойкости. Короче, как насчет выпить зелье силы? И попробовать выточить этот меч? Может, сработает, и не надо ничего подрывать. Ну-ка, ню-ка, ню-ка. Есть же у меня где-то зелье силы. Где-то тут было... О, зелье силы, отлично. Ну, надо еще приготовить покушать. Заодно сейчас попробуем сделать корпус корабля. И потом поедем вытаскивать этот меч. Так, что пожрать? Что пожрать, пожрать? Мясо пожарим. Так, теперь приступим к постройке корпуса корабля. В общем, пока что облом с корпусом корабля. Нам нужно сделать зелье скорости для макропроцессора. А чтобы сделать это зелье, нужна вот такая вот трава. Точнее, растение. Называется она геликония. Ну вот, я и думаю, что по пути, пока мы будем бежать к этому мечу, я этих геликоний найду кучу. О, тут даже валяются. Все, в принципе, три штуки я уже собрал. Зашибись. Ну вот, момент истины. Надеюсь, что все-таки зелье меня выручит. Ай, господи, если это не получится, то зря потрачу бутылек силой. Выпить зелье силы. Зелье выпито. Давай дергать. Есть! Сработало! Офигеть. Давай посмотрим, что за меч. Что за меч, что за меч. Меч в слизне. Легендарный волшебный антислизевый меч. Ого. Ого. Ого-го. Я повелитель слизей. Надо какого-нибудь слизня попробовать зашатать. Ммм. Ладно, пойдем поищем. Ну что, все? Эй, зон, ты иди искать что-нибудь другое, а? Что ты к нему прилип-то? Я уже вытащил отсюда меч. Ух ты, нифига себе туман какой. Я ранее таких туманов не видел. Офига себе. Зон до сих пор светит на слизне. Надо бы его переключить сейчас дома. Приехал домой. Сейчас мы попробуем задать другие данные для нашего зонда. Зонда. Хе. Так. Поиски. Надеюсь, что он начал искать. Ну, вроде бы луч пропал. А значит, что он ищет. Надеюсь на этом. Пойдем делать дели скорости. Так-так-так. Дели скорости. О. Теперь нужно делать сам процессор. У него у нас, в принципе, уже все готово. Ну, вроде бы все. Корпус мы сможем сейчас сделать, да. Нужна только лишь посадочная площадка. Поехали на площадочку. Вот она, наша посадочная полоса. Попробуем разместить наш корпус корабля. Наверное, он очень здоровый. О. Построилось. Корабль-то совсем малютка. Я думал, он будет очень здоровый. А тут... Хе. Ну, понятно. Для Михалыча, в принципе, ничего большое не надо. Там даже дверца есть, ты видал? И люк. Ого. Что там внутри? По-моему, там ничего внутри нет. Ну да, он пустой абсолютно. Никаких удобств. Так, хорошо. Корпус мы построили. Дальше. Система зажигания нужна. Нужен медный провод, посадочная площадка и... Какое-то устройство активации. А вот какое устройство активации... Это нам должен зонд помочь найти. Потому что мы не шиша не знаем, что это такое. Младенькая. Пойдем на хомяка, пока сядем. Покатаемся по территории. Вон, кстати, зонд, смотри, летает. Кажется, он домой возвращается. А, нет. Он нам подсветил вот эту фигню. А, с крабами, с золотыми крабами. Где же нам крабов-то искать? Если ты знаешь о местах положения этих золотых крабов, то напиши в комментарии. Облегчи нам задачу с нашим хомячелой. Поскольку я не знаю, где искать этих золотых крабов, мы попробуем зонд направить на другое место. Поиск. Все, кажется, он полетел. Ага. Зашибельно. Короче, ты прикинь. Ты прикинь, прикинь, прикинь. Пришла идея. А что насчет... Вот тут написано. Какое-то устройство активации. Так у нас же есть кнопка. Кнопка с того робота большого. Почему бы ее не использовать как кнопку активации, а? Что ты скажешь на это? Илон Маск. Значит так, нам нужен медный провод и посадочная площадка. Медный провод осталось только сделать. Это вообще ерунда. Сейчас побыстренько мы его как замутим. Вот он, медный слиток. Делаем медный провод. Готово. Ну а теперь на посадочную полосу. Прибыли. Ну что, я думаю, что должно получиться. Да, ты прикинь. Ну поехали. Ах, Михалыч, а это башка. Мастерица, оружает. Вот она кнопка активации. Какая она большая. И осталось что-то еще вот сюда поставить. Ну как кнопка активации сработает так? Нет, так она не сработает. Ого. Так, и последний элемент это двигательная система. Металлическая пластина. 50 дерева. Посадочная площадка. И что-то очень эластичное. Что-то очень эластичное. Что это может быть? Резинка какая-то. Ммм. Еще загадочная слизь, возможно, эластичная. Хотя нет, она не эластичная. Ну, я даже не знаю. Скорее всего, мы просто этот элемент еще не нашли. И более вероятно, что этот элемент будет у вот этих золотых крабов. Где же их найти, черт возьми? Мне кажется, или... Ну, действительно. Фонтанчик. Ух ты ж, блин. Фонтанчик с загадать желанием. Так, так, так. Ну и, как всегда, ее охраняет лягушатина. О, блин, а как насчет меча? Хочу меч одеть. Бах тебе. На тебе мечом. По лбу. На самом деле, меч это только против слизи. Ну и против лягухи тоже пойдет. Жалко, у меня монетки нету. А здесь у нас... Да-да, привет-привет. Ему нужна медная и железная руда. Ну вот, в принципе, у меня есть. Держи. Опа. Отлично. Блин, где же монетку достать? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тут портал работает. Интересно, я влезу туда вместе с хомяком? Хомяком вход воспрещен. Вот так-то. Ладно, хомяк. Жди меня здесь, я вернусь за тобой обязательно. Да что ты будешь делать? Опять к этому алтарю. Кстати, насчет монет. Я же могу их сам производить. Нужна золотая руда. Она у меня всего одна, поэтому будет одна монетка. Странно, почему золотые монеты нельзя сделать из золотых слитков? Ооо, нифига себе, ты посмотри, чё я нашёл. Офигеть. Пока бежал обратно к нашему пухляшу, наткнулся на эту железную бандурину. Загадочная эмблема. Осталась ещё одна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какое землетрясение, божечки, сколько слизней. Ёкарный. Кстати, у меня же есть меч против слизней. Не, нифига себе, это как? Это как так вышло-то? Я этим мечом забираю их души. Обалдеть. Давай, меч, работай. Забирай ещё кого-нибудь. Ну, меч. Да что ты будешь делать? Чё-то меч сломался. Вот, пошло. Ай-яй-яй, люгуха. Тебя только не хватало. А это кто такой? Подождите, подождите, это что такое? Э, ты кто такой? Я тебя раньше не видел. Монету можно в него вставить. Ого-го. Наткнулся на кого? Так, ладно, разбираемся с лягухой. Да чтоб вас с эти слизней. Меч плохо работает, надо батарейки поменять. Так, лягуха. Ого, сколько в лягухе монет-то было, а? И слизь убежал. Так, ладно, давай вставим вот в этого чудика монетку. Подожди, подожди, не шатай. Не шатайся ты. Вставляем монеточку. И я могу его теперь осмотреть. Он, кстати, остановился и начал носом долбить землю. Давай осмотрим его. Птичка занята, приходите позже. А-а-а, она тут что-то добывает. Вон он что. Ладно, пускай пока добывает, а я похомячу, вот, грибной суп съем. Все, пошли дальше. Искать хомяка. Я чутка что-то заблудился. Вон он, вон он хомяк. И тут заодно телефонная будка, надо номерок запомнить. 2-1-30. 2-1-30. О, смотри, тут еще одна ложка лежит. Ёшки-матрёшки, про ложки я все-таки был прав. Хомячочек мой, я по тебе скучал, привет. Поехали. Закинем монеточку в колодец, загадаем желание. Это уже третий колодец. Не факт, что он последний. Блин, я застрял в хомяке. Попыточка номер 2, отлично. С какой стороны бы закинуть? Давай, наверное, здесь. Хотя, по-моему, на это пофиг. Кидаем монетку. Загадываем желание и... И ни шиша не сработало. Блин. Ладно, этот колодец тоже был, походу, фейковым. Пошли дальше. Съездим до нашего зонда. Посмотрим, что он там нарыл. Короче, заехали к нашему старому другу. Занести ему ложку. Подожди, вот так вот, держи. А я молочко у тебя заберу. Сколько у тебя там уже ложек? Две ложки. Отлично. Видать, молоко нам это куда-то пригодится. Я так полагаю, что зонт нам указывает на нашего... Оу. На какое-то новое место указал. Так, спокуха. Где мой меч? Меч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давно я не дрался с Йети. На тебе. Получай. Сколько ж тебя бить-то можно? О, наконец-то. И мясо есть. Зашибись. Так, что там за место-то? Что это такое вообще-то? Мясо. Сюда надо положить мясо? Давай положим. И что? Воу. Воу-воу-воу. Что за фигня? Что это такое? Туда зайти можно? Подожди. Я попробую на хомяке. Так, хомяк. Пошли со мной. Ааа. Он мясо сожрал, портал. Все. Вот это поворот. Так, ладно. Зонт пока здесь оставим. Интересно, любопытное место. Раздобыл еще кусочек мяса. Сидим пирога. И положим мясцо. Садимся на хомяка. Заходим. Оу. Впереди опасность. Соблюдайте осторожность. Походу, это там что-то ужасненькое нас ждет. Но что ты узнаешь в следующей серии? А на этом пока все. Не забывай ставить лайкос, если тебе нравится Михалыч. А также подписаться на канал, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.